Сейчас проводим 170 тысяч тестов в день. Обещают довести до 300. Да, на совбезе докладывают, что ситуации под контролем, успевают выявлять на ранних стадиях, но когда рассуждают, что изоляция затянулась, что очень завидно смотреть на тех, у кого меры уже ослаблены, или вот-вот ослабят, что в самых тяжелых регионах ввели обязательные маски, перчатки в общественных местах, и все только ужесточается из-за нарушения штрафа, а где же нормальная жизнь, то ответ очень прост. Мы будем сидеть только дольше, если сами не поймем. Меры безопасностью никто не отменит, пока цифры в больницах будут расти. И штрафовать будут, потому что из-за чьей-то безалаберности и эгоизма люди продолжают болеть и умирать, сколько бы правительство не платило врачам, сколько бы не строило дополнительные койки. И простая деталь. В Катаре за появление без маски и перчаток штраф 53 тысячи долларов. Там государство дает понять наотмашь. Если из-за вас мы не можем снять ограничения, и наш бюджет трещит по швам, мы вас разорим. Согласитесь, очень мотивирует пойти и купить и маску, и перчатки. У нас таких штрафов нет. У нас еще чаще уговаривают, как капризных детей. Посидите еще немного, можете ходить без маски по улице, но хотя бы в общественных местах. Будьте бдительны. Пока есть желающие поспорить. Анатолий Майоров пытался понять, почему. Ведь если мы сами не остановим вирус, мы сами лишим себя нормального лета. Чем и перед кем так провинились томские чиновники, мы, очевидно, не узнаем. Но как минимум два раза в день чиновников теперь хлорируют. В любом случае на кабине висит уведомление о том, что нужно задержать дыхание и прикрыть глаза. 20 минут после обработки хлорка перебивает даже аромат парфюма. Разработчики газовой кабинки успокаивают. Живы пока все. И это не тот случай, когда страшнее вируса может быть борьба с ним. Хотя с гипохлоридом и диоксидом хлора шутки плохи. Он может убить все живое, в том числе и нас с вами. Все зависит от концентрации. Тут уже в пору о депутатах Госдумы беспокоится. Сорбент с диоксидом хлора как партзначок крепят на лацкан пиджака. И хотя о них даже спикер серьезно говорить не может. Какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус. Модную вещицу, эффективность которой не доказано, берут. Правда, у пятерых из депутатов ковид все-таки нашли. И еще больше пали жертвой хитрого маркетинга. Если скажут, что надо на шее носить вязанку чеснока или имбиря, поверьте, я буду ходить с этой вязанкой, в том числе и на пленарные заседания. А в народе все попроще и по всем предписаниям Роспотребнадзора. В Москве введен масочно-перчаточный режим. И если в первый день нарушителям грозили пальцем, со среды оформляли протоколы. На обжалование у вас будет 10 суток, если вы не согласны со штрафом на оплату. Штраф дается 2 месяца. Сумма штрафа составляет 5000 рублей. С перчатками они мне нафига один мне нужен. Вот это вот перчатки, вот это вот маски, это все фигня. Даже упорные и храбрые сдавались. Зачем платить 5000, когда противовирусный комплект продадут за 50 рублей? Отговорка «я же в маске, зачем еще перчатки?» не работает. По крайней мере в транспорте. По сотне протоколов уже оформлены в столичных магазинах. И на покупателей, и на продавцов. За отсутствие масок и перчатков на проходных в Москве закрыли только что открывшийся завод. Многие сочли послабление карантинных мер за отмену карантина. Хотя нам прямым текстом говорят. В любой момент при ухудшении ситуации с самоизоляцией. Гайки провернут обратно. Карантин, ребята. День п***. Ну и замглавы тут наша отдыхают. За шашлыки на базе отдыха уволена заммэра Новороссийска. А это уже Зеленоград. Здесь более 100 машин. Куча красивых девушек. Куча на году. Как на Вегас, что такое? Музыка, тусовка и стритрейсинг. Толпу не пугают даже патрульные машины. Это новый тренд, о котором уже официально заявляют в МВД. Демонстративное нарушение самоизоляции. Но не всегда это сходит с рук. Вот зарисовка из Екатеринбурга. До. Вы что, вы что сюда пришли? Я начинаю. И после. Что я делаю? Вот и авторы фейков лужу сели. То, что в интернете называли жестокостью полиции, на видеорегистраторе самой полиции оказалось хамским неподчинением властям. Это как в истории с китайскими масками в российских магазинах. Десятки роликов про то, что якобы гуманитарной помощью Китая у нас в наглую торгуют. Это апогей садизма и идиотизма. Не для продажи гуманитарная помощь. А в переводе с китайского на русский все совсем не так. Это печать проверки изделия. То есть это коммерческие маски для продажи. Как снизить долю импорта, задумались власти Подмосковья и готовы возмещать затраты на покупку оборудования, если на частных фабриках производят маски. Уровень дебилизма, уровень кретинизма в России зашкаливают. Этот уровень растет вслед за уровнем числа заболевших от коронавируса людей. Нельзя просто так выйти на улицу. Получи штраф. Превратили, понимаешь ли, дома и квартиры россиян в тюрьму. Но зато теперь можно отличить нормальных депутатов от просто идиотов и имбецилов, которым не место в Госдуме по этим самым блокаторам и этим самым значкам в виде белого креста на лацкане пиджаков. Зеленалова нам говорит, ходите в масках, чтобы лето... И в перчатках, чтобы лето не испортить. Но уже не наступившее лето уже испортили. Испортили полицейские, которые штрафуют за простой разговор с другом в магазинах. Испортили росгвардейцы, которые своим патрулированием лесов штрафуют грибников. Ну что ж, пусть дохнут россияне в своих квартирах, говорят нам власти. Пусть они одумаются, пока эти самые квартиры не стали могилами для россиян. Вместо бесплатных раздач масок и перчаток везде нажива. Везде на них нажива. Как не стыдно. Ну что ж, остается только надеяться, что простые люди уже наконец-таки всех властей, всех этих коррумпированных ментов, чиновников, перезаражают нахрен коронавирусом, а они просто сдохнут от него. Это итоги коронавирусной недели. И с вами я, и Рада Заминалова, и мой словесный яд вам в уши. У нас идет запись? Отлично. Так, я еще раз посмотрю. Ага. Все. Когда я пробрасывал в интернет идею, вернее предположение о том, что уже в августе этого года в России будет дефолт, и угроза так называемого черного вторника вновь летает над стороной, и я это делал вскользь, не разбираясь детально, а почему, а как это может произойти. Ну понятно, что из-за коронавируса, но все-таки как будет рушиться экономика, не было детально понятно до сегодняшнего дня. Теперь об этом можно с уверенностью говорить. Итак, статья в известиях о свободной массе без кассы. Сначала до нового дефолта закроется миллион. Слышите? Миллион предприятий. И это послужит детонатором для дефолта. Восстановление после кризиса займет не меньше двух лет. И это предусловит, что все будет хорошо. А не бывает никогда в российском государстве все хорошо. Вот все хреново, это запросто, а все хорошо нет. Но так в России, да, никогда не было и быть не может. Миллион предприятий. К августу, уже к августу, то есть два месяца осталось до этого, 2020 года в России неизбежно схлопнутся и обанкротятся, разорятся и так далее. То, какой кризис сейчас наблюдается, он беспрецедентный. К нему в России не был готов никто. Больше всех пострадает сфера услуг. Гостиничный и ресторанный бизнес. В них работает более трех миллионов человек. Их всех выкинут пинком под зад на улицу. И естественно, какое-то время они не смогут платить налоги. То есть пополнять казну. И она окажется пуста. А все деньги из резервных фондов потратят сейчас на поддержку крупного бизнеса. И не останется у нашего государства ничего. Шиш в карамане. Естественно, сейчас тяжело, как никогда. Почему вообще произойдет дефолт в августе, а не в сентябре? Дело в том, что именно в августе появится некая статистика. По числу субъектов малого бизнеса, а так как растение ГОК на фондовом рынке, и рубль это комментируемая валюта, нетрудно догадаться, что эта статистика будет ужасающая. И предстает, и подстегнет российские гособлигации на фондовых рынках сугубо вниз. На дно, где им и место. То есть, разорятся еще и те компании, которые вроде бы Кремль поддерживает, но все-таки ясно, но их доход они получают за рубежом. Ну, например, Газпром от транзита газа в Германию. А дома окажутся 3 миллиона голодных, то есть дома в России, 3 миллиона голодных безработных россиян. Даже страшно подумать, к чему все это приведет. В прошлый раз это все привело к разгулу бандитизма и к другим чеченским войнам. А что же будет сейчас? Ну, в общем, ужас, ужас. И этот ужас напрямую зависит от действия правительства по поддержке в трудный период предпринимателей. Однако уже сейчас действия правительства не приводят к желаемому результату. Большинству фирм банки отказали без объяснения причин в льготных кредитованиях, направленных на выплату зарплат. Не, ну, вообще, думаешь, кредиты... Ну, вообще, додумались. Кредиты на выплату зарплат. Даже если бы банки не отказали бы в них, то их все равно рано или поздно пришлось бы отдавать. Потом за неделю банки отклонили 152 из 158 заявок от предпринимателей не для себя, не для своего бизнеса, а чтобы тупо платить людям зарплату. И банки предпринимателям им в этом отказали. Все, сжигайте, идите сжигайте, нахрен, эти сбербанки, ВТБ и прочие. Банкиры вам подложили мину с содействия властей. Вот и в деятельности вы без работы в том числе. А если бы банки согласились кредитовать с другой стороны бизнесменов, потом бы банки прогорели. И тут в дело... Как в 2008? И тут в дело вмешивается наш любимый президент. Говорит Набиуллиной, не, ну не надо все-таки... Не, ну надо все-таки дать кредиты. И банки уже соглашаются. Но это все мы видели, когда банки дают кредиты всем подряд. На примере 98-го и 2008-го года, 98-го в России и 2008-го года в США. Эти года нагло, наглядно и нагло показали, что черный вторник, дефолт, в России не за горами. Два месяца до него осталось. И чтобы все мои рассуждения вам не казались записками пессимиста, приведу цифру, что в некоторых сегментах полностью перестали работать все 100% производств. А выручка компаний составляет 0 рублей в день. Это все подробно, очень подробно в статье в известиях написано. И даже если все ограничения Партии России снимут в начале лета, еще долго будем уходить в минус. Плюс на некоторые услуги связи с карантином и возможным... А, плюс еще на некоторые услуги в связи с коронавирусом и возможным дефолтом просто отсутствует спрос. Ну не пойдешь ты в ресторан сейчас, когда кризис, даже если его легально откроют. А для депутатов с блокаторами... А уже все доступны, все радости, если жизнь доступна, им не штрафуют полиция. Они, вот правильно показали в начальном ролике, спокойно себе отдыхают на турбазах. А вы сидите дома, сволочи, и дома вы сдохнете, и никто вас... Вас хранить будут, ну, прямо около подъезда. Даже на кладбище вас не привезут, ибо даже кладбище уже закрыто. В итоге снижение занятости будет 25% и более. Так что запасайтесь товарами, деньгами. Скоро на улице и в ваших домах будет бах-бах-тарарах. Все писец, с точки зрения экономики. С точки зрения политики, ну, пока не такой писец, но и там тоже дела непростые. Но самые непростые дела у нас в Дагестане. Часто борьбу с инфекцией сравнивают, с боевыми действиями, и даже в Великой Отечественной войне. Ну что ж, буду и я, и я не буду в стороне стоять от этой тенденции и заявлю голосом Левитана, что противник, имеется в виду коронавирус, так вот, противник, нет, как же там у него было, противник прорвался и ведет успешные боевые действия, но не под Москвой, нет, в Дагестане. Там за одни сутки, только за одни сутки погибло 40 врачей и более 657 человек. Правда, их не записали, как умерших от коронавируса, а записали, как умерших от внебольничной пневмонии, дабы не портить статистику, ведь официально в Дагестане умерло от коронавируса только 27 человек. Помните, да, как войну в ту самую Великую Отечественную писали, пропал без вести, дабы тоже не портить статистику, а потом, после войны, все ужаснулись, когда было понятно, сколько погибли на самом деле. Так и здесь, не ужаснемся ли мы, когда узнаем реальную, неподставную статистику по смертности от коронавируса, а пока громкий скандал в Дагестане. Это же вдуматься можно, 40 врачей потерять за одни сутки. При этом глава республиканского, республиканского, да, Минздрава Дагестана Гаджи Ибрагимов сказал, ну что здесь такого, да ничего, просто, а я им отвечаю, да ничего, просто вас Джамалутин, надо по-военному расстрелять. Говорю уже как Сталин. К тому же, имена погибших врачей, которые спасали жизни других людям, но стали, увы, сами жертвами коронавируса, которые сами, врачи, которые не спаслись, их имена, их фамилии вымарывают из документов. Делается это целенаправленно, чтобы скрыть информацию об ужасном положении с коронавирусом в Дагестане. У них приказано об этих врачах, которые положили жизнь на борьбу с коронавирусом, о них приказано забыть. Но не забудем, не простим властям Дагестана это все. Причем, по данным статистики, так называемый, вот это тоже непонятно, так называемая внебольничная пневмония. То это же, такой болезни вообще нету, нету. Туда на эту внебольничную пневмонию спихивают нежелательные цифры по коронавирусу. То есть нет такого, что есть такая болезнь внебольничная пневмония в США, в Австралии. Такая болезнь только у нас. Зачем? Чтобы спихнуть как раз таки неугодные цифры посмертности на нее. Причем, по данным статистики, внебольничной пневмонии этой самой, сейчас в Дагестане болеют 13 тысяч человек. Я сильно сомневаюсь, что они болеют именно этой болезнью, не типичной пневмонии, а не тем самым коронавирусом. Тут опять людское горе власти Дагестана заливают деньгами. По 3 миллиона семьям погибших. Но людей не вернуть. И этот самый Гаджи Ибрагимов должен ответить на два вопроса. Первый вопрос. Как так получилось, что 40 врачей умерло от коронавируса? И второй, самый главный вопрос. Почему они не соблюдали меры предосторожности? Ответы на такие вопросы мы с вами прекрасно знаем. Во-первых, потому что лечат от ковида неподготовленные врачи, у которых другая вообще специальность. И не колги, и хирурги, терапевты. Ну не знали они ни про так называемый инкубационный период, ни про бактерии с антителами. Просто потому, что те специалисты, которые знают про это все и знают, как лечить от вируса, а что еще более ценно имеют опыт, их мало и наперечет. И вот вас от этой самой смертоносной заразы, которая гуляет по всему миру, лечат, внимание, неквалифицированные кадры, которые еще вчера учились 6 лет, навовсе другие болячки. Теперь вирусолог может от каждой. И результат мы с вами видим. 40 врачей погибло. За не только сутки. Потому что настоящих вирусологов сейчас не хватает, а получается, что сегодня ты хирург, тебя на это дело готовили на хирургию, резать людей 6 лет, как правильно резать людей, без малого. А завтра не прошло и суток, ха-ха, уже ты никакой не хирург, а вирусолог. Нормально? Нет. Марш в палату, мне говорят. К больным, без подготовки. Даже, о фу, в Великолепную войну учили 3 месяца воевать. Во-вторых, в Дагестане по тем или иным причинам почему-то не делали стандартных, самых обычных прививок. Вот и получили смерть врачей в массовом порядке. Да, я тоже не сторонник, даже, можно сказать, противник прививок, но не в разгар же смертоносной эпидемии, от которой нет лекарства. Тут надо, наоборот, усиленно прививаться. Не, ну просто поражает тот факт, что кажется, что, конечно, дагестанские, что дагестанские власти не делают фотографии в рамках, условно говоря, погибших от пандемии, врачей, медицинской и так далее. Вы должны их чтить, а вы их, Гаджи Ибрагимов, у себя на родине не почитаете. Они жизнь отдали самое ценное на борьбу с коронавирусом. Да. Так что Россия тебя предаст всегда, и, дорогие будущие врачи, будьте к этому готовы, даже после смерти. Тебя могут предать забвению. И не будет никакого терпения уже. И еще одно последствие коронавируса. Все пенсии с накоплением, пенсионные накопления снизятся в 2021 году. И это последствие коронавируса. Еще многие россияне пожалеют о том, что в их родной стране не был введен шведский или белорусский вариант борьбы с коронавирусом, когда предприятия не закрываются на карантин, которого, как бы, карантина и в России не было. Но была заодно самоизоляция, зато есть во всей красе. Эти полумеры и привели к снижению пенсии с 2021 года. Давайте более детально. Итак, согласно документу Минтруда об ожидаемом периоде выплаты пенсии в 2021 году, пенсия россиян снизится. Снизится, да. Это условие, когда штрафуют за выход на улицу. Когда цены растут. А пенсии снижаются. Вот что власть, вот что вам вызовавший на этой неделе Мишуфин вам подготовил. Получите. Получите, россияне, не обляпайтесь. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев или до 22 лет. В связи с этим вы будете смеяться с увеличением продолжительности жизни. То есть, почему пенсии снижаются? В связи с увеличением продолжительности жизни. В Дагестане, вон еще к предыдущей новости, 40 врачей сдохли за сутки. А продолжительность жизни у нас растет. Ну, конечно, да. Больше верьте таким блядям, как в Министерстве труда. То есть, не только сокращается пенсия, но и ждать ее россиянину будет дольше, пока в Минтруде заявляют об накопительной части пенсии, а не страховой или социальной. Но понятно, что и эти части пенсии будут сокращаться. Из-за деятельности Минтруда, которая увеличивает свои показатели за счет самых обычных пенсионеров. Хотя ровным счетом должно быть наоборот. Но Министр труда Топилин словно тлапит пенсионеров в лужах до ваза. Какие же высокие пенсии предусмотрены людям с 2021 года? Скромные 4 тысячи рублей в месяц, которых при инфляции уже сейчас хватит. Ровным счетом на 4 дня. Вводится понятие ожидаемый период выплаты. Это когда можно пообещать выплатить пенсию, а оплатить потом или вообще не платить. То есть, даже скромные 4 тысячи рублей россиянин не сможет и не дождаться. Ему покажут вот так вот. Или он умрет от коронавируса. С 2021 года, ибо сама доля накоплений пенсии уменьшается до критического минимума. И не все граждане доживут на выплаты пенсии. Чем больше граждан будет трудиться, сейчас такая формула в Минтруде, тем меньше у него будет пенсия. Вот так вот. Я не шучу, это в законопроекте Минтруда так написано, посчитайте сами. Вот она, цена человеческого труда в современной России. А теперь прибавьте к этому то, что Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года. А эта часть пенсии не росла с 2014 года, то есть 6 лет. При этом цены-то росли, и еще как. Потому что у нас бездарные правители, которых никто никогда не выбирал. Вот и получается уменьшение пенсии с 2021 года. Отчисления в накопительную часть пенсии идут, все-таки. Идут, но на имеющиеся сейчас пенсионеров. А что будет с потенциальными пенсионерами или с пенсионерами будущего? Большой вопрос. Вместо положенных 35 тысяч рублей в среднем по России, они будут получать только 11 тысяч рублей. Почему так происходит, тоже ясно. Людям в правительстве нужна самим себе шикарная пенсия на даче, вилла, яхты. Возможность путешествовать по миру после своей отставки. И происходит это все за счет обычных будущих пенсионеров. А Минтруд на законодательном поле это все обеспечивает, чтобы у чиновников росла пенсия, а у простых россиян она сокращалась. Да, тем временем большинство россиян подсчет с опросом хотят из-за этих фортелей Минтруда и Пенсионного фонда получать пенсию не от них, а напрямую от своего работодателя, так называемую корпоративную пенсию. Пенсионный фонд полностью проводил свою деятельность в России. Понятно, почему россиян, получается, установил пенсию не от своей корпорации, где он трудился, а от государственного фонда, дабы проще было бы в эту кормушку чиновникам заползти. И это подтвердил новый законопроект Минтруда о снижении пенсии россиянам с 2021 года, которые забыли напрочь, что такое труд и знают только слово казнократство. Люди работают, а им шиш на постном масле. Как это мило, получить такой законопроект от правительства? И грозно, что добавка не идет за стаж. Она идет, но маленькая. Пенсионный фонд не скажет, что трещит по шлам. Многовики свирепствуют и деньги идут. Но пенсии, но на пенсии депутатам. Вот пока будет так, обычный россиянин и будет получать маленькую пенсию. И с каждым годом пенсия у него будет сокращаться. Спасибо Министерству труда и социального развития. Вы должны сказать. Обязательно, когда всех там подорасстреляете. Я надеюсь, он на русский будет бессмысленный и беспощадный. Когда только теперь будет вложивающаяся ситуация. Но это ладно, это все другие разговоры. А вот уже и чекисты. Вот сказал Абунти, да? И уже чекисты не дремлят. ВСБ подключится к социальному мониторингу. Ну что ж, чекисты вышли из карантина и вновь наполнили о себе. Служба хочет проверить систему контроля с гражданами на защищенность. А то мало ли всякие враждебные хакеры проникнут туда и разместят фотографии нацистов. Как это было не раз уже. ФСБшники напомнили региональным властям. Что все их действия касательно систем информационной инфраструктуры. Это видеокамеры, системы распознавания лиц и так далее. Должны быть согласованы с ФСБ. А также надо эти системы проверять на наличие угроз. А то мало ли какой-нибудь хакер, к примеру, взломает электронные голосования депутатов. И, наконец-таки, они, благодаря взлому системы, примут какой-нибудь нормальный закон. Чекисты этого не должны допустить ни в коем случае, говоря, усмехаюсь. Акцент у ФСБшников сделан на том, что гражданина надо защищать от неправдивой информации по коронавирусу. А то вдруг вскроется правда, сколько реальное число заболевших. Я напоминаю, 14 тысяч в Дагестане. Это реальное число. Хотя оно записано, как вне больничной пневмонии. Но вернемся к текущей новости. Ну что ж, значит, согласовать надо с ФСБ все. Система критической информации, инфраструктуры. Что значит согласовать с ФСБ? Это дать чекистам взятку. Чтобы они не проверяли надежность, например, камеры видеонаблюдения, которые производит твоя фирма. И вообще, ФСБ намекает, что ситуацию с информированием граждан по ковиду-19 надо взять под их контроль. С целью сокрытия правды матки. Вот так. О реальном положении дел в стране. Но есть и другой резон у ФСБ. Не связанность с коррупцией. Вы знаете, я не делю меня на черное и белое. Вот так же с ФСБ датчикисты хотят нажиться на производителях систем безопасности. Ведь без их одобрения они теперь не смогут сделать никакие камеры видеонаблюдения. Но с другой стороны, эти самые данные, которые фиксируют камеры видеонаблюдения, нет-нет, да и утекают. В открытый доступ. А что за это данные-то, например? Ну, например, кто именно в вашем подъезде или доме болеет коронавирусом? Об этом запросто могут узнать соседи по лестничной клетке. И они будут устраивать суд линча, линчевать коронавирусного больного. Но это все может быть. А уже случилась история и покруче. В сеть утекли паспортные данные о штрафованных за нарушение режима самоизоляции граждан. Так что, дорогой ФСБ, наведите таки порядок в МВД. Уже наконец-таки. Потому что именно с МВДшной системы сливают информацию об фамилии, имя, отчество, оштрафованных коронавирусных больных. А что более ценно, об их паспортных данных. А потом уже займитесь высокими технологиями. У вас даже личная переписка агентов ФСБ для внутреннего пользования утекает в газету коммерсант. Да, отсюда и эта статья. Ну, как же так? Вот реально не было проблемы, так стоило ее придумать. Если бы не режим самоизоляции, который не помог все-таки сразиться с эпидемией коронавируса, то личные данные не утекали бы в сеть. А так утекли. И многие пострадали. Многие еще пострадают. И еще, и еще. Из-за МВД, да, из-за системы МВД. Помимо этого, данные утекают и у обычных жителей Москвы, которые вынуждены каждый день оформлять этот самый гребаный QR-пропуск в столицу. Что конкретно происходит после того, как оформили пропуск в столицу? Ввел свои личные данные, получил этот код. Система должна уничтожить мои личные данные. Но не тут-то было. Нет, нет, нет. Эти данные потом хранят на сервере Департамента Москвы. А потом, что с ними делать? Правильно. Их продают. Их сливают в интернет. При этом это делают не только московские власти, но и целые федеральные ведомства. Например, Министерство Минкомсвязи. Которые не видят необходимости в дополнительной защите сервера. ФСБ видит необходимость, а Минкомсвязи нет. Интересно, почему? Наверное, потому что некоторые чиновники из Минкомсвязи сливают паспортные данные за рубль или за бабло в сеть. Так что не только и даже не столько чекисты и полицейские сливают данные граждан в сеть. И делает это еще целое федеральное министерство. Получается, не только паспортные данные нарушителей самоизоляции можно слить в сеть, но и так, но и тех, кто оштрафован за другие поступки. Это так и это так. Поэтому ФСБ взялось за это дело, правда, преследуя свои корыстные интересы в дилеже электронно-вычислительных систем. Да не вычислительных с точки зрения 1 плюс 1, а вычислительных с точки зрения, что за гражданин тот нарушает. А ну его ФЕО и паспортные данные быстро сюда. В ВД даже есть целая система, она называется неблагозвучно УИИН. УИИИН, которая в автоматическом порядке выдает добера водительских удостоверений в сеть. То есть, если, короче говоря, ты нарушил, тебя камера зафиксировала, то номер твоего водителя, там, читает по номеру, и по номеру машины и номер водительского удостоверения тут же отправляется в сеть. Хе-хе-хе-хе. Вот как дело обстоит. Как-то так. Поэтому ФСБ хочет взять все системы под контроль. И, конечно, им это, скорее всего, удастся. Но где гарантии, что сами чекисты за бабло не начнут сливать данные в сеть? А пока что действительно надо промонтировать, промониторить мониторные системы, которые следят за гражданами. А то мало ли в них могут быть вирусы, как электронные, так и биологические. Громкий скандал. В Тульской области медсестра порадовала пациентов купальником под прозрачным костюмом так, что в Тульской больнице был и секс, и коронавирус. Одновременно на эротическую фривольность медсестры отреагировал местный Минздрав. Сделала медсестре... Медсестра это Захарова. Медсестре официальное замечание. А вот пользователи соцсетей, наоборот, оценили смелость девушки в нелегкий час для всего медперсонала Тульской области и всей страны. Причем сама девушка не хотела политься. Ее сфоткал неравнодушно к ней больной коронавирусом. Но и естественно не все так просто в этой истории. И данная медсестра не была медсестрой по вызову, а была самой обычной медсестрой. Дело в том, что медсестры и другие сотрудники больницы вынуждены надевать защитные костюмы, дабы не быть зараженным коронавирусом. Самих в этих костюмах жарко и душно. Но снять их означает подвергнуть в первую очередь риску себя. А значит, думала Тульская медсестра, раз нельзя снять костюм, то можно снять другую одежду себя, чтобы элементарно не задохнуться. А пациентов она не смущалась. А пациенты-то думали, что видеть полуголую девицу, возможно, последний раз в жизни, она, возможно, даже им пришла сделать массаж простаты. Вот. И сфоткали ее и выложили в соцсеть. Не думая о том, что в соцсети просматривают местные чиновники Тульской области от Минздрава на предмет как раз-таки полуголых медсестер. Ну не с коронавирусом им уже бороться. Вот и нашли и оштрафовали. Ведь теперь в глазах тульского правительства в их, не побоюсь этого слова, чрезвых, милая полуголая медсестра, самая обычная шлюхенция и проститутка, с которой можно дарить штраф, это не так еще раз говорю, это так думает Минздрав, за несублюдение требований к медицинской одежде. Однако, я здесь никакого нарушения на этой фотографии не вижу. Если же переодетая медсестра, если же сам защитный костюм правильно был надет, нет, то я не вижу в этом нарушения, ибо я прекрасно понимаю, как душно можно быть медсестром. Если медсестра направила на себя правильно костюм химзащиты, то другую одежду она может смело не надевать. Как-никак у нас пандемия, а не порно с медсестрой. Если кому-то будет лучше от того, что она не напялила блузку, блузку, если ей самой не стыдно, то на такое нарушение возможно закрыть глаза в сложившейся ситуации. в ситуации, когда доктора и медсестры буквально ночуют в больницах, чтобы спасать жизни людей, и поэтому пусть ходят в чем угодно, лишь бы соблюдали меры по защите от коронавируса. Этого медсестра тульская соблюдает. Данная медсестра соблюдает все меры, кроме морально-этических, которые должны быть отодвинуты на второе-третье место в условиях всеобщего коронавируса, который творится, всеобщего коронавирусного писеца, который творится в стране. Но я знаю, что если бы она сняла бы еще и лифчик с трусиками, то ее бы никто не оштрафовал на ворот, ее бы повысили, за это наградили бы премию и медалью. Не надо наказывать тульскую медсестру, слышите ли вы власти торговые, не надо ее наказывать. Это вам не бордель, как может показаться на первый взгляд. Ее реально было жарко и душно. И это знают все, кто хоть раз надевал общий войсковой костюм защиты. Вот и разделась девушка, обнажив свои прелести, на злу коронавирусу и мужикам в радость. Мораль этой эротической тульской пасни, присказки, неподдельной истории такова. Если ты выполняешь свои профессиональные обязанности, а тульская медсестра была очевидна, что выполняла все правильно, то исполнять их можно в чем угодно, развлекая таким образом пациентов. Ставьте лайк за поддержку тульской медсестры. Что у нас там со временем? О, еще отлично. Классическая ситуация в России. Пока в России боролись с одной болезнью. и так ее не победили, а речь про коронавирус. Другие болезни оставили без присмотра горе медицинские работники. Но эти болезни никуда не исчезли, просто от них в прямом смысле перестали лечить и все внимание приключили на коронавирус. В результате чего? Получили потенциальный рост онкологических и других заболеваемостей. Но так как с онкологией дела обстояли плохо в России еще до эпидемии коронавируса, то сейчас обстоят 150 раз хуже дела, чем было. Так. Так, я надеюсь сейчас не нажал. Идет запись. ага. Так, кто сейчас все в 50 раз хуже, чем было. Сами врачи подмечают снижение уровня доступности медицинской помощи в России и из-за этого уже сейчас наблюдается резкий рост числа онкобольных и увеличивается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Почему так происходит? Ответ лежит на поверхности. В настоящее время медицинские специалисты перегружены. В стране происходит массовое переформирование лечебных учреждений в инфекционные в ущерб других отделений. То есть где раньше было онкологическое отделение и кардиологические центры сейчас они перепрофилированы в сугубо инфекционные. Элементарно докторов докторов всех не хватает и на меня в том числе. Вот и происходит в нашей стране взрыв онкологической заболеваемости. Кроме того вопреки заявлениям властей все обследования больных связанных с коронавирусом все обследования больных не связанных с коронавирусом приостановлены. А это означает существенно снизилась выявляемость онкологии на ранних стадиях. И осенью тех кто не добил коронавирус добьет самая обычная онкология. Об этом пишут Ура.ру. Осенью многие возвратятся с дач а мы с вами знаем как люди там работают соотношения в 3 погибели а работают почему чтобы себя покормить потому что их же уволили все замкнутый круг уже сейчас по сути не оказывается в должном объеме медицинская помощь ибо врачи заняты борьбой с вирусом а на все остальные болячки у них нет времени ну и сами люди тоже теперь боятся обратиться в больницу и поликлинику за помощью боясь тем самым подхватить коронавирус дошло уже до того что люди выражены выбирать себе никакое лечение у какого спиталиста они будут происходить а от какой болезни им лучше сдохнуть от коронавируса или от какого-нибудь сердечного приступа до его варианта вылечиться уже не дано но если люди но если не догнут от других болезней то сильно пострадают в том или ином виде от коронавируса который они неизбежно подхватят в больницах либо другой напасти резерв а все из-за чего резерв медицинских работников сейчас истощен полностью российская медицина терпит фиаско за фиаско провал за провал крушение у нее наблюдается не только провал российская медицина терпит от коронавируса но и от других болезней хуже чем у нас только в США даже в какой-то там Нигерии уровень медицины лучше чем в богатой дефтедобивающей скрипоносной России в отечественном здравоохранении царит полная задница и будет не здравоохранение скоро а будет здравоохранение даже когда коронавирус отступит обратное перепрофилирование медцентров не произойдет так сразу по щелчку пальца и мы с вами в прямом смысле будем от этого страдать дабы наконить страсти уже сейчас скажу что люди терпят очень долго свое плохое самочувствие боясь обратиться за помощью а и эта помощь не приезжает вовремя ждать скорую сейчас в среднем по 40-50 минут как в 90-е годы а это знаете ли нехороший признак старые забытые благодаря коронавирусу болезни напоминают о себе и напомнят еще с размахом что делать другим больным с другими болезнями непонятно а власть говорит им в прямом смысле подыхайте подыхайте и так уже говорит про путинский про еврейский про соловьевский доктор мясников ну люди пускай гинут ну и что с присущим для него цинизмом так что люди будут помирать и страдать не только за коронавирус не только благодаря коронавирусу но и благодаря тому что плановые операции плановые обследования сейчас откладываются на неопределенный срок а людей добивают болезни добивают в прямом смысле а власть говорит только страдать и подыхать вам за родину больше ничего за ту самую родину которая сотни раз вас обокрала это все так если бы это не было бы так то в государственных больницах не откладывали бы приемы узких специалистов а когда их приостановили то вот результат произошел взрыв число онкозаболеваемости а это страшная болезнь это очень страшная болезнь чтобы с ней справиться нужно настоящее лошадиное здоровье и гамотные врачи которые сейчас зарядят только коронавирусом теперь с этого дня вас перестали лечить от других болезней и вы эти самые болезни получите спал они захлестнут вас всех еще вот увидите и какой коронавирус коронавирус вам покажется раем еще и об этом пишет Файда Джафарова в Ура Ру и вот наконец-то в самую в самую в в завершении нашей программы можно поговорить о коронавирусе а сугубо политике это действительно редкость нашего времени и так не без дня не без дня и жители Крыма в совместе ООН рассказали об высоединении Крыма с Россией не без дня призвал французскую немецкую и чешскую делегацию открыть глаза на то что сейчас происходит в Крыму и что происходило в Киеве в 2014 году и на Украине что и привело к референдуму небесни считают что украинцам некого винить кроме себя что они открыли путь к референдуму и если бы не было бы госпереворота в Киеве то Крым был бы сейчас украинский чтобы понять что небесни но если не врёт то привирает сначала надо понять а что такое вообще референдум нет не с юридической точки зрения а с точки зрения процесса это борьба на равных двух точек зрения на тот или иной вопрос вплоть до момента голосования а теперь вспомним что было в Крыму в канон референдума к сторонникам украинского Крыма проходили с обыском на них заводили уголовные дела пачками их плакаты и агитация не допускалась к развешиванию на билбордах никакой агитации за украинский Крым не было и в помине на радио на ТВ на местном радио и ТВ хозяйничали так называемые зеленые человечки в кавычках которые строго следили под дулами автоматов как бы ведущие не ляпнули чего-нибудь в эфире за украинскую агитацию Крыма недаром это называли не референдум а псевдореферендум отличились на этом референдуме и сторонники российского Крыма они отчерняли целую страну Украину говоря о ее недоразвитости и упрекая фашизме по Крыму висели плакаты либо Крым будет российский либо фашистский ну что ж я обрадую крымчан Крым таки стал фашистским после 2014 года только фюрер не в Киеве фюрер в Москве конкретно в Подмосковье в Новоогарево и даже мост сделали но прям как все при фашистской оккупации дальше у них без них следовал излюбленный советский прием а давайте спросим у жителей Крыма каково им сейчас и жители ну точнее актеры местного тюза сказали да сейчас хорошо живется при российской оккупации хорошо это когда в Крыму цены московские а зарплаты украинские а пенсии вообще советские по рубль 50 это когда безлюдно на крымских пляжей для кого-то они слишком дорогие а а кто может себе позволить выберет не Крым а берег турецкий глава украинского онклава в Крыму а есть и такая организация что уже говорит о многом заявила о комфортной интеграции в Крым украинцев ну что такое интеграция в этом контексте это насильственная русификация русифизация украинцев украинцев Крыма тех кто тех несчастных кто остался после 2017 года в Крыму в чем заключается русификация рустизация в том что в Крым закрыли что в Крыму закрыли все украинские школы украинский язык официально разрешен но де факто на нем никто в Крыму не разговаривает боясь получить люлей от истинных оккупантов Крыма тысячу крымских татар вынуждены убежать на своих двоих из Крыма они массово переходят русско украинскую границу ответ небезни прилетел из Германии который хорошо знает что такое фашизм и может распознать его в других странах немецкий представитель заявил что международный суд все и решит хорошо ли сейчас живется в Крыму или плохо есть массу свидетельств как русские оккупанты свинепствуют в Крыму и вполне возможно будет суд и над наберезней и над другими главами фашистского филиала ОПГ озера в Крыму так что готовься не без дня жрать тюремную баланду и к суровому приговору международного суда как только отступят этот самый Корновирус ну что вот и поговорили вот и хорошо на этом мой яд змеиналовый заканчивается всего вам наилучшего суда Продолжение следует...